Привет, народ. Меня зовут Сергей. Я работаю в компании Lightbox. Это проект МТС Касса. Я такой необычный скроммастер. Я прошел достаточно большой интересный путь в управлении. Где-то с 2001 года дошел до генерального директора. Я 3,5 года был генеральным директором, был техническим директором, исполнительным директором, директором по информационным технологиям. В общем, я такой оттуда. И два года назад я нырнул в эту тему с позиции заместителя генерального директора. Поэтому я такой перековавшийся. Смотрите, я работаю над проектом МТС Касса. Что это такое? Два слова прямо скажу. То есть это решение для магазинов. То есть это решение, которое в облаке содержит личный кабинет, где те, кто работает в магазине, могут управлять своими товарами, ценами, движением товара и так далее. И плюс это касса на земле. Либо в виде устройства Android, либо в виде Windows кассы. Соответственно, наша вся вот эта система, она работает в облаке и на земле. У нас есть круглосуточная техподдержка. Нас всего около 400 человек сейчас в компании. То есть это был стартап, вот Сергей Музыкантов рассказывал, который два года назад, три наверное уже, был куплен компанией МТС и сейчас развивается. Наша компания началась с поддержки вот этого закона. Это закон, который обязывает все кассы, которые стоят на земле, все свои данные отправлять в интернет налоговую. Соответственно, мы этот закон поддерживаем и тем самым обеспечиваем его реализацию на территории России. Всего у нас около 60 тысяч клиентов. Значит, что у нас есть, как мы работаем? У нас 7 самоорганизованных команд, в пике 9. 6-8 человек, по 5 есть по-разному. У нас нет руководителей отделов, у нас нет тим-лидов. То есть у нас такие настоящие самоорганизованные команды. То есть нет таких должностей, как тим-лид, тех-лид и так далее. У нас единый владелец продукта на все команды. Он сидит вот здесь, Сергей Музыкантов. Соответственно, у нас три доменных области в S-HUGE. Там есть ария продуктовнеры. Кто знает, что такое S-HUGE? Кто слышал про S-HUGE? Отлично. Тогда не буду объяснять, останавливаться. У нас общий для всех команд код. То есть у нас нет кода овнера, у нас код общий. У нас единый спринт для всех команд. Мы работаем двухнедельными спринтами. То есть все команды в едином ритме в конце выдают инкремент общий для всех. Релизимся мы раз в две недели. И у нас также общий список требований к продукту. То есть Definition of Done у нас общий для всех команд. Definition of Ready тоже. То есть мы работаем в классическом WS. Все, как описано на WS-Works. Все, как бы мы это используем. Команды. Команды у нас кросс-функциональные, кросс-компонентные, настоящие фичи команды. Любая команда способна сделать любой элемент бэклога. Несмотря на деление по доменным областям, в каждой команде есть все специалисты, которые могут быть в любой момент перекинуты из одной области в другую. То есть каждая команда содержит специалистов, которые реализуют все компоненты. Это фронт-энд, бэк-энд, тестирование, Windows CAS, Android CAS. То есть любая команда может взять любую фичу из бэклога. Значит, работа выбирает сами команды. То есть мы полностью работаем по скрам-гайду. WS это скрам. Все как в скрам-гайде у нас так и происходит. Такой кошерный скрам. Я шучу всегда. Соответственно, команда выбирает сами себе работу. Еще раз общий инкремент по итогам спринта. Единые список критериев готовности. И команда самостоятельно координируется между собой во время работы. На все эти команды у нас два выделенных скрам-мастера. Собственно, я один из них. Если посмотреть на картинки, все картинки из нашей действительности, это общий бэклог команд. Это как раз результат планирования. Капасити — это количество человек в команде, это список команд и, соответственно, те задачи, которые они выбрали, здесь цель спринта. Основные практики координации в ВЭС. Первая и самая простая практика — это просто поговорить. Многокомандные встречи — это многокомандный PBR, многокомандное планирование и так далее. То есть все встречи, в которых участвует несколько команд. Это скауты, это коммуникация в коде, это сообщество практикой ментор и компонент, это ведущие команды и путешественники. И еще одна практика есть, которую я расскажу. О ней кратко упоминал тоже Сергей Музыкант в своем докладе. Это команда TT, technical team. Ну или тульский токарев, как кому удобно. Значит, здесь тоже на картинке доска команды обычная. То есть доска у нас везде бумажная. Ну она есть копия в U-треке, но в общем команды пользуются вот этим для работы над спринтами. То есть это спринт-беклаб. Обычный спринт нашей команды. Самая основная практика, которая работает, она действительно работает, это просто поговорить. То есть любой вопрос, который возникает у другого члена команды, ты просто идешь и разговариваешь с другим членом другой команды. Значит, у нас получается две команды удаленных, а остальные команды сидят коллоцированные в одном здании. У каждой команды своя комната, соответственно, команда тоже коллоцирована в одной комнате. Поэтому можно просто дойти и любой вопрос решить. Поскольку команды кросс-компонентные, то люди, например, по Android-компоненте, они раскиданы по разным командам. И как бы сама вот эта ситуация, она заставляет их это делать. Просто идешь и говоришь. Любой вопрос абсолютно. Я как бы всегда говорю командам такую штуку. Если ты можешь дойти, поговорить, иди, поговори. Если ты не можешь дойти и поговорить, не знаю, команда удаленная, позвони. Если не можешь позвонить, пиши. То есть пиши – это последнее, что нужно делать. Основная практика, ну 99% решается вот этой штукой. Просто идешь и говоришь. Начальника нет, идти некому, только идешь и сам решаешь. Это работает. Многокомандные встречи. Основная многокомандная встреча – это, конечно, PBR. То есть процесс PBR у нас построен достаточно… Ну он такой длительный, да. То есть сам процесс прошивает весь спринт. В нем две overall PBR. Да, это общие встречи с представителями команд, на которых мы поверхностно оцениваем задачи и, соответственно, даем им оценку. Для того, чтобы дальше они ушли на мультитим PBR. Командный PBR у нас выделен для этого целый день. Мы шли очень долго разными экспериментами к этим вещам. Сейчас это целый день. Команды справляются, в принципе, обычно за полдня. Хотя бывает, что и на следующий день уходит. Но они в этот день не занимаются ничем, кроме этого, для того, чтобы не переключался контекст. То есть они собираются и разбирают задачи, копают до песка, чтобы превратить их в готовую эксперименту задачи. У нас сделано так, что готовую эксперименту задачи – это задача, у которой не больше 13 истории поинтов. Это задача, которая имеет оценку от продуктовного рапоценности, то есть чтобы команды понимали, где у нас ее ценность, то есть где она в приоритете в бэклоге. У ней должен быть обязательно список приемочных критериев для того, чтобы было понятно, как задачу реализовывать, то есть что значит, что она готова. И вот эти требования, они для всех задач, которые входят в спринт, обязательно. То есть если задача эта не прошла, она не готова, соответственно, PBR продолжается до тех пор, пока будет полностью выполнен вот этот список требований. Соответственно, базовые как бы вещи – это вот еще раз уточнение бэклога продукта. Бывает многокомандная вторая часть планирования, но на моей памяти за два года, наверное, раза три такое было. Это когда мы применяли практику ведущая команда, чуть позже расскажу. там получается, что одну фичу берут сразу несколько команд. В этом случае требуется вторая часть планирования общая для того, чтобы понять то, что будет делать. Ну и какие-то бывают воркшопы, архитектурные воркшопы, например, которые требуют сбора всей команды, сообщества менторов и компонент. Чуть дальше расскажу. То есть это какие-то вещи, которые требуют решения от разных команд. Они тоже собираются вместе. То есть это такая практика, она тоже работает, достаточно удобная и позволяет решать массу вопросов. Здесь тоже пример приведен, как они собираются, решают. То есть могут люди привлекать экспертов к этим встречам, назначать их и так далее. Коммуникация в коде. Это практика, когда код общий, нет кода овнера, то есть любой может залезть в любую часть кода. У нас есть практика ревью кода, то есть когда код вливается в общий репозиторий, его смотрят не менее двух других разработчиков. Соответственно, после этого у них, если возникают какие-то вопросы, они просто идут и говорят друг с другом, решают как-то вопрос, который возник при этом код ревью. Соответственно, вот здесь в Salesforce приведено описание, не использовать ветки, то есть ветки ненужные усложнения. К сожалению, мы пока от веток уйти не можем. У нас у каждой команды есть свои ветки, которые в конце спринта вливаются в общий репозиторий. Сейчас команды, вот буквально недели две назад затеяли в связи с готовностью нашего процесса ускорения time-to-market, то есть мы делаем так, что у нас есть релизная команда, которая раз в две недели готовит инкремент к релизу, пока не можем от этого избавиться, делает регрессионное тестирование, то есть там используется оборудование кассовое, в общем сложности есть. Но сейчас мы сделали такую штуку, что каждая команда может сама выливать в релиз свои изменения, и для этого сейчас как раз потребовалось вот эту штуку пересмотреть. И команды сейчас приходят к тому, что действительно они уйдут от веток. То есть можно лить как нужно чаще в общий код и соответственно релизить его в любой момент. Но пока вот так, пока ветки. Скауты. Когда у команд возникают какие-то необходимости для того, чтобы прийти на другую команду, бывает, ну на моей памяти, я не знаю, тоже раз в два зависимости между командами, которые требуют присутствия на daily scrum другой команды. Соответственно для того, чтобы такая возможность была, мы ее не используем, то есть просто не возникало необходимости. У нас все события, все довезли daily scrum, 15-минутный, утренний, он разнесен по времени. То есть каждая команда может попасть к любой другой команде, если захочет. То есть у одной начинается в 8.30, вторая в 9.15, потом в 9.30, в 9.45, по-моему, то есть вот так они разнесены. И поэтому они могут прийти, если это будет нужно. Повторю, что как бы вообще WestGuide говорит, что если это происходит часто, то какая-то дисфункция, то есть это зависимости. Зависимости между командами по идее быть не должно, потому что это фичи team, и у них полностью независимые фичи, то есть они могут сделать все, что угодно, они автономны полностью. Поэтому редко это очень, но возникает, но очень редко. У нас так. Поэтому может, конечно, не используется. Сообщество практики, ментор и компонент. Поскольку люди разнесены по командам, команды кросс-функциональные, кросс-компонентные, то в каждой команде есть, например, один андроид-разработчик. И у них нет возможности общаться между собой каждый день, сидя рядышком за столами. Соответственно, чтобы обсудить какие-то вопросы, касающиеся, не знаю, той же архитектуры, реабилитации какой-то там фичи, совет нужен и так далее. Существуют вот эти сообщества. Они существуют у нас по разным компонентам. То есть у нас есть сообщество бэкэнд-разработчиков, фронт-энд по ангуляру, есть андроид-разработчиков, сообщество Windows-кассы, сообщество тестировщиков, сообщество дизайнеров. Есть сообщество, которое называется нет ошибкам. Они просто собираются, рассматривают, берут ошибки и учатся их решать баги. То есть сообщества различные. Изначально, когда мы начинали, части этих сообществ не было. Были сообщества, например, такие организованные, там чистый код. Они хотели собираться и решать какие-то вещи по чистоте кода, обсуждать это, какие-то решения принимать. Оно умерло. Было еще сообщество, по-моему, по машинному обучению не хотели тоже. Она тоже умерла. То есть сообщества живут сами, их никто не назначает, их никто насильно не собирает и не заставляет собирать. То есть все сообщества живут самостоятельно, они собираются по необходимости. У кого-то есть регулярный список встреч, у кого-то встречи по необходимости. То есть происходит это по-разному. Драйвит сообщество ментор. Ментор-компонент мы его называем. Как правило, это самый продвинутый разработчик в этой компоненте. Обычно так. То есть он как бы драйвит, он говорит, давайте соберемся, давайте посмотрим, давайте накидаем повестку. По результатам этих сообществ рождаются какие-то решения, архитектурные решения, изменения какие-то там в коде, какие-то технические задачи, которые надо решить. То есть это вот такая штука. Допустим, сообщество тестировщиков может собраться и просто учиться писать тесты. Они делали там моб-программинг и писали тесты, обучались. Они могли посмотреть, например, список тестов, решить, какие тесты нужно делать там приоритетнее. Или, допустим, что-то там нужно сделать с процессом CI и прикрутить туда там тестирование. Они эти вещи решают и делают. Соответственно, они решают эти вещи вот именно в таких комьюнити. Это тоже работает, потому что без этого они просто не могут общаться. Им сложно. В компонентах командах такой проблемы не возникает, поэтому там как бы это не актуально. У нас это нужно, просто нужно. Ведущая команда. Очень интересная техника. Мы ее использовали, наверное, раза три, честно скажу. То есть когда у нас был один аврал, когда надо было все семь команд, существующих на тот момент, зарядить на эту тему. То есть нужно было сделать фичу, которая нужна была быстро и которую надо было сделать семью командами. Обычно эта практика выглядит примерно так. То есть есть какая-то новая тема, я не знаю, там нужно новую подсистему сделать. Например, сейчас у нас идет там подсистема биллинга, меняется новая. И эта подсистема, она требует написания, ну допустим, микросервиса какого-то. Первая команда берет первый спринт, кусочек функциональности какой-то и начинает его делать. Она разбирается в теме, она понимает, что там нужно сделать, она понимает, значит, как будет выглядеть эта фича в итоге. За спринт она с этим разбирается. Она сплитит задачи уже на мелкие, более мелкие, да, на пивиарах. И соответственно, ко второму спринту у нас появляется, допустим, 5-6 задач, которые можно уже брать в работу и делать за второй спринт. В обычном режиме эти задачи можно делать последовательно. Но поскольку у нас, допустим, нет времени, то за второй спринт 6 команд берут 6 вот этих задач по одной фиче и в итоге выпускают общий инкремент за два спринта. Это очень сложно для координации, поэтому появляется ведущая команда. Ведущая команда это та первая команда обычно, которая разобралась уже в вопросе, у которой есть компетенции, которая понимает, как это будет выглядеть, и она выступает координатором. То есть она выступает координатором всего того, что получится в итоге. Я повторюсь, техника очень сложная. Вот мы делали ее несколько раз. У нас получилось, наверное, хорошо с третьего раза, грубо так. Был момент, мы ее применяли, когда нужно было просто очень быстро сделать. Мы заряжали все команды без предварительного какого-то спринта. То есть сразу просто пи-биарили, и они заходили во все команды. Там возникают зависимости между командами, поэтому нужна координация. Координирует одна из команд, руководителей нет, тимлидов нет, они сами. И у нас получилось. Немножко там пострадало качество, то есть пришлось потом чуть рефакторить, но в общем-то результат был, мы смогли дать инкремент, и соответственно как бы получили то, что хотели. Вот такая штука. Да, в каждой команде, я не сказал, у нас есть, конечно же, неформальный лидер, как правило. То есть лидер назначенных у нас нет, но в любой команде выделяется человек, который команду как бы драйвит. Обычно это опытный разработчик, то есть он всегда существует. Были команды, в которых было по два лидера. Они немножко сталкивались, потом ужились. Скроммастера этому помогали. Но в общем лидер, естественно, есть в каждой команде. Путешественники. Смотрите, иногда бывает такая штука, когда, ну например, какой-то компонент делал что-то, команда делала в нем что-то, что никогда не делали остальные. Ну что-то новое тоже, как правило. И возникает необходимость распространения знаний по остальным командам. Понятно, что есть документация, есть там комментарии в коде и так далее. Вот в этом случае возникает вот такая практика путешественники. В обычной жизни как это все происходит без этой практики? Значит, команда что-то сделала, потом фича попадает в любую другую команду. Я напомню, что у нас кросс-функциональные, кросс-компонентные команды. И вообще как ВЭС решение о том, какая команда будет брать какую фичу, принимается на планирование. То есть до момента планирования мы специально так делаем, мы не знаем, какая команда будет делать. И поэтому если попадает в другую команду, которая этого никогда не делала, она, естественно, бежит в другую команду, используя практику просто поговорить, и начинает дергать того человека. Помоги то, помоги сё, объясни, расскажи и так далее. Человек это, естественно, дергает, и он непродуктивно работает. Практика путешественник, она нами реализуется как? То есть заранее, если, допустим, мы понимаем, что фича попала в другую команду, эта команда договаривается с другой командой, которая уже знает, как её делать, что-то там копало в эту тему. И, соответственно, этот человек, допустим, на первых три дня уходит в другую команду и обучает людей там. Чем лучше он обучит, тем меньше вы потом будете дергать. Таким образом, знания распространяются по командам. Соответственно, путешественник, мы стараемся, чтобы он не делал работу в другой команде, он сидит и учит. Вот есть у нас путешественники-дизайнеры. У нас один дизайнер получается на Эрию, то есть он как бы шарится. Там он выполняет работу, но какие-то элементы тоже старается дать команде для того, чтобы в следующий раз сама это могла сделать. То есть это практика в основном именно для обучения, то есть не для делания работы за кого-то. То есть это не просто шарится ресурс, а именно дается знание, чтобы в следующий раз этот ресурс не использовали и не дергали. Это тоже работает, классная штука. Она позволяет вот это сделать. Тут мы снимаем риски для бизнеса тем, что у нас получается, опять же, шаринг знаний. То есть мы исключаем каких-то специалистов, которые у нас эксклюзивные, которых не заменить. То есть люди делятся, проблем с этим нет. Технические команды. Придумали мы эту штуку сами, я не знаю. Я вот никак не доберусь до книги про эксперименты авторов ВЭС. Есть такая книга, там около тысячи экспериментов описано. Может быть там что-то такое есть, не знаю. Все вы, наверное, сталкивались с такой проблемой, как техдолг. Техдолг, который душит, давит и никак не дает командам работать. В то же время есть продуктовнер, который говорит, мне надо фичи. И фичи важные и так далее. И получается, что вот эта тема, она очень сложно заходит. Технические задачи, которые генерируют команды. Какой-то рефакторинг, какое-то изменение архитектуры, то есть что-то такое глобальное, что одна команда за спринт не решит. Что мы придумали? То есть команды все время ноют, что у них там нужно сделать компонентные команды, что ваши кросс-функциональные команды, вот они такое делать не позволяют. Мы решили как бы дать им возможность поработать по сути в компонентной команде, но кросс-функциональной команде. Временно по их инициативе создается команда ТТ. У нас был момент, когда было три команды ТТ. Обычно там 3-4 человека, то есть небольшое количество. Команда создается под какую-то конкретную задачу на спринт 2, ну максимум 3, грубо так. То есть это не постоянно действующая какая-то штука. Она создается из, опять же, кросс-функциональных специалистов, то есть, допустим, тестировщик и два андроид-разработчика. И они решают какую-то задачу конкретную, техническую, которую надо решить. Может быть два спринта, может быть три. При этом мы стараемся делать так, чтобы люди в этой команде, ну они обычно делают какую-то штуку, новую функциональность, может быть, что-то переписывают. И чтобы эти знания шарились, опять же, в другие команды, которые завтра туда полезут и уже не узнают этот код. Мы стараемся, чтобы они еще и ротировались. То есть обычно драйвит это какой-то один человек, который вот лидер этих изменений, а первый спринт к нему приходит, например, два других человека, потом один уходит, другой приходит. Ему эти знания тоже передают. Таким образом получается, что в результате работы вот этой команды мы шарим знания, опять же, между командами, мы решаем какую-то конкретную задачу. У них это такая какая-то отдушина, поработать рядом с коллегами с одной компонентой и вот так плотно пообщаться. Вот. В общем, у нас такая форма получилась, она очень интересная, она им нравится. То есть еще раз, у нас двигаются тех задачи, у нас общаются люди, у нас шарится знания и, в общем, всем хорошо. Эту штуку мы используем, наверное, где-то, ну, может быть, полгода. То есть мы долго к ней шли. У нас собирались команды QA, да, для там реализации процесса CI. Они должны были обновить список E2E тестов, и они вот комплексно накидывались и работали. При этом они брали новых людей, и они учились писать тесты под руководством более опытного. У нас такое делалось вот с Android компонент, и они писали вещи, которые там нужно было объединить две фичи, которые там были сделаны для разных проектов, чтобы это стало единым целым. У нас такая штука делалась для облака, для бэкэнда, для того, чтобы сделать утилиту, которая позволила бы нам обновлять сервера не за пять часов, а за где-то пять минут для каждого клиента. То есть, грубо говоря, там была фича, которая полностью глушила сервер, там тысяча клиентов, тысяча клиентов обновляла, потом сервер поднимала. Они сделали штуку, которая позволяет каждого клиента отдельно глушить. То есть опускают instance, поднимают другой уже с новым обновлением. Вот такую штуку сделали. Это позволяет нам выйти на time-to-market совершенно другой, позволяет нам делать релиз любой команды. В общем, вот такие штуки, которые нужны всем. А в спринте, допустим, нужно три специалиста, которые это могут делать, чтобы они вместе поработали. А их в одной команде нет. Поэтому они собираются в отдельную команду. Мы еще шутим, что это тульский токарев, такая надежная команда, которая точно сделает. В общем, такую практику применяем. Возможно, описано. Не знаю, кто читал книгу, можете сказать, вот я никогда не доберусь. Может быть, действительно есть такая практика. Может быть, не мы первые придумали это все. Скром-мастер. Что тут вообще делает скром-мастер? Вообще это разработчики шутили, дизайнер нарисовали, меня подрисовали. Значит, как? Скром-мастер здесь не проектный менеджер, то есть он не занимается этой координацией. Они делают это сами. Команда сама организует всю внутреннюю работу вот на тех практиках, которые я описал. Скром-мастер может лишь помочь, допустим, на многокомандных PBR организовать. Либо какая-то есть проблема, они зовут, чтобы я помог фасилитировать и там достичь цели встречи. Либо какая-то есть проблема, которую мне нужно поднять там и всех опять же собрать, я помогаю им в этом. Соответственно, команда сама координируется, то есть никто за нее это не делает. Они не делают это через продуктованеры, через IPO, то есть они сами это делают. Скром-мастер помогает еще раз устранить препятствия, если об этом его просит команда. То есть он не причиняет добро, не бегает за ними, не говорит, давайте координироваться, вы не так работаете и так далее. То есть то самое проактивное поведение, которое должно быть у скром-мастера. Сгорело, потом собрали пепел, пошли обсудили, больше так не делают. И он не имеет власти над командой. Абсолютно никакой. То есть я не могу сказать команде делайте так или делайте так, и нужно делать эдак. Я могу только предложить команде, ребят, попробуйте вот так. Вот, может быть, получится. Если не получилось, мы, соответственно, на ретроспективах собираемся, обсуждаем, почему не получилось, как этого избежать и так далее. То есть скром-мастер здесь как бы где-то вот так вот над этим всем, но он не занимается вот этой координацией. Это не его функция. Что у нас, собственно, получилось, для чего вообще все это делалось? Вот за два года мы выжили в условиях меняющегося рынка очень сильно. Вот это 54-й ФЗ. У нас было несколько волн клиентов, когда в действие вступал закон, и мы должны были привлечь очень большую массу клиентов и сделать. А проблема такая, что все вот это делается в последний момент. То есть какие-то изменения в законодательстве делаются в последний момент, и завтра это должно быть на рынке. Мы научились делать time-to-market, вот Сергей говорил, с 9 недель до 3-4 недель. Сейчас готовимся к неделе уйти, чтобы за неделю любая функциональность от идеи до прода могла быть реализована. То есть эти практики, они нам позволяют это делать. Вот мы снизили time-to-market до 2-3 недель. Мы, собственно, готовились, переходя в S-Huge, и опять же используя эти практики, мы готовились уйти, не изменяя структуры, мы можем сейчас подняться до 30 команд. То есть мы просто набором команд сейчас можем поднять их количество до 30. Пока такой необходимости нет, но она может возникнуть. То есть мы менять ничего не будем, только набирать команды и все. У нас нет затрат на middle management. То есть представляете, 60 человек-программистов, какая должна быть координация, если бы у нас он был. И, соответственно, мы быстро принимаем решения на том уровне, где есть необходимая информация. То есть мы не дергаем аналитиков, у нас их тоже нет, они в всех командах. Мы просто между командами все решаем. Максимум, с кем команды могут там советоваться, это АПО. Ну, привлекать экспертов, как бы для советов каких-то. То есть решения принимаются очень быстро, и, в общем-то, каждые две недели мы даем релиз. Это все вот с помощью этих практик. Картинка на стене команды. Одной из команд. Вот, без юмора у нас никуда. Все вот это вот, то, что мы сделали, вот эти практики, когда мы их научились применять, ну, как вот у Ильи была майка, Вес через боль, примерно так, то есть это тяжело. Вот этот самый гомеостаз, когда система все время пытается вернуться назад, то есть очень много мы с PBR мучились, с командными встречами, пока пришли к какому-то формату, который всех устроил. Вот, это немножко все сложно. То есть то, что я как бы здесь описал, оно работает, но проблем дофига всяких разных, и они есть, но они, в общем-то, решаются вот этими практиками. Ну и, в общем-то, это, в общем-то, наверное, все. У нас еще есть с вами 10 минут на вопросы. Надежда, у меня три вопроса. Вот сообщество практик, да, и менторов, компонентов. Где берете время, если все в спринтах, да, стартуют одинаково, где на встрече берете время, вообще не в чатах. Вот, и, наверное… Ну, смотрите, во-первых, все встречи обычно планируются ими заранее. То есть когда они планируют спринт, я упомянул, что работу они берут себе сами, соответственно, они учитывают, что у них будут эти встречи. А как на это реагирует продукт-оунор? А без этих встреч не будет продукта. Ну или вы просто к этому пришли? В начале же, наверное, было какое-то сопротивление продукт-оунора по поводу… Было, что много встреч, было… Конечно, это все мы прошли, да, то есть мы смотрели даже, сколько часов мы встречаемся, но это как бы их работа, и без нее они просто не сделают продукт. Вот продуктов, наверное, здесь можно… В общем, вы к этому пришли просто, да. А сколько занял этот гомеостаз у вас? Ну и сейчас какие-то есть вещи, которые там, они ворчат, что MPBR там неудобно всем собираться. Не знаю, Сереж, сколько, как сказать? Ну, наверное, полгода как-то так все выравнивалось, вот. Может быть, даже на горизонте года. Потом ушли часть людей токсичных, у нас был такой момент, там просто команды сами выгоняли людей. И сейчас как-то вот они более-менее зрелые команды, и вроде такого нет уже. Ну, то есть вот два года, грубо, вот мы сейчас в нормальном режиме работаем, как мне кажется. Еще не все вопросы. Третий еще вопрос. Доп-мотивация. Например, вот, путешественникам. То есть каким образом у вас выстроена мотивация таких людей проактивных? Ну, я вот не занимаюсь зарплатами, к сожалению. Я знаю, что у нас нет… Ну, я не про зарплату больше. А, у них одна мотивация. Если они это не сделают, то завтра будут к ним все бегать и спрашивать, и дергать, и отвлекать от работы. Поэтому они вынуждены это делать, идти и обучать, чтобы их не дергали. Вот такая мотивация. Наши, как это, мыши плакали, но продолжали есть кактус? Нет, это обычно какой-то всплеск идет. Они помогают, и потом это проходит, и там люди сами работают. То есть это что-то новое, когда появляется, первопроходец какой-то пошел. То есть это не постоянная история. Хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте. Я уже спрашивала про бэклог. Спрошу, наверное, еще раз. Вы говорите о том, что бэклог всегда состоит у вас из атомарных задач. То есть я верно понимаю, продукт один, но реализация команд продуктовых несколько, бэклог один, и каждая задача в бэклоге, она не требует реализации со стороны, например, другой команды. То есть она у вас архитектурна, продукт устроен таким образом, что каждая задача в бэклоге может быть атомарной. Это так? У нас монолит, во-первых, если касаться облака. Каждая команда может сама сделать без привлечения других команд любую работу, любую задачу. И задача режется так, чтобы они были независимы. Помните инвест? Такой есть принцип. То есть задача independent, независимая от других. То есть мы когда на пи-барах нарезаем задачи, есть задачи, которые могут сделаны быть последовательно. Либо вот в практике там ведущая команда вместе. Но эта зависимость, это тяжелее, если надо быстро. А так, да, как бы одну задачу сделали, вторую потом можно взять. То есть они разделены. Но они сделаны так, что каждый спринт, мы даем ценность, то есть можем выпустить релиз. Редко-редко бывают задачи, которые там на три спринта, это зло, это все понимают, и обычно это ничем хорошим не заканчивается. Я не про это, я скорее про зависимость, о чем вы говорите. Ну то есть, например, у вас есть какая-то фича в бэклоге А, она, например, с точки зрения технической реализации требует реализации там со стороны команды 1, команды 2. Эти зависимости, они могут быть не связаны, но, например, последовательно, да, то есть сначала делает одна команда, только после этого может начать делать вторая команда, и после того, как поработают все три, фича считается законченной. Вот у вас такой кейс есть, и как вы разрешаете тот момент, что, я не знаю, там пока делает одна команда, вторая, например, ждет, или она в это время делает что-то другое? У нас нет таких зависимостей, они очень редко возникают, когда нужно что-то сделать быстро. Нет, такого нет у нас. То есть команда другую никогда не ждет в спринтах. Бывает, что какие-то вещи пересекаются там, функциональности там и там, они уже заранее об этом знают, идут и договариваются. Ну я не знаю, там, допустим, какие-то вещи там, либо они начинают их сразу в общий код скидывать, чтобы увидеть зависимости, либо договариваются, как они это будут делать. То есть, ну вот как-то так. Такого нет. Поняла, спасибо большое. Низредка бывает, но такого постоянного нет. Можно немножко пролистать назад? Да, да, конечно. По одной практике был вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас 4 минуты, коллеги. Какую? Еще дальше. Еще. Сейчас, вот сюда. Вот это. Путешественник. Нет, нет, technical team. Technical team, ага. Вопрос следующий. Я понял, как бы смысл, то есть понял, какую вы задачу решили, но я вот услышал из вашего рассказа один момент. То есть вы сказали, что вот этот техдолг по какой-то причине продакт-оунеры не берут свой бэклог. Им все время фичи надо. Я думаю, все с этим сталкивались. Это я понимаю. Но нет ли здесь некоторого противоречия, то есть мы создаем некую такую оптимизацию локальную, что когда мы снимаем ответственность продукт-оунеров из команд за то, что они наплодили этот техдолг и дальше его не устраняют в рамках своего бэклога. И что есть какие-то чудесные, супер мотивированные ребята. Да, понятно, немножко заплатили, то, что одного разработчика из своей команды отдали. То есть здесь некий трейд-офф, естественно, есть. Но все равно, как команда в целом, это держится на неком энтузиазме некоторой группы людей. То есть здесь, ну, я понимаю, да, то есть что, может быть, я слишком про какую-то зеленую суперорганизацию, да, то есть говорю. Смотри, получается так, что эта команда дает в долг продукт-оунеру. Когда продукт-оунер прибегает с большими глазами и говорит, ребята, мне надо срочно. Хорошо, мы тебе дадим в долг. Мы поставим костылек, но ты нам потом дашь время, чтобы мы это сделали. Да, это же так выглядит. Ну, вот сейчас, то есть я правильно вас услышал, что у вас все-таки есть некое правило, которое означает, да, что вы каким-то образом фиксируете вот этот техдолг и продукт-оунер четко понимает, да, что он часть капасти своей команды когда-то должен будет отдать. Ну, по сути так. Мы прям четко не фиксируем, но иногда решение ему говорит, да, это будет костыль. Он говорит, хорошо, мне прям все бегом надо. Но он понимает, что потом это аукнется. Почему не могут в рамках своей же команды этот техдолг закрыть? В рамках своей же команды тогда мы не успеваем спринт, мы не успеваем дать то, что надо продукт-оунеру. А все вещи команда делает по скрам-гайду из бэклога общего. И поэтому эти задачи, они не идут отдельным бэклогом, они идут в общем бэклоге. И мы вместе с продукт-оунером все это приоритизируем. Но зачастую опять получается так, что он опять с большими глазами говорит, у меня завтра опять вот все сгорит, давайте отложим. Откладываем, откладываем, он копится, все видят это? Нет, я все понял. То есть здесь, видимо, контекста не хватает. Давайте в оффлайне подойду, может, прошу. Все равно вопрос пока остался. Добро, да, надо, может, пообщаться. Слушай, расскажи, как вы выпускаетесь. Одна команда регрейсит или каждая команда может регрейсить? Смотри, как мы выпускаем. У нас проходит спринт. В definition of done у нас стоит условие, что весь код уже в ветке develop. Каждая команда на своем тестовом окружении все это проверяет, регрейсит. Но когда все это сливается вместе, возможны всегда неожиданности. Поэтому у нас есть, вот по окончании спринта, в следующий спринт периодически есть релизная команда. Они меняются. Ну то есть сегодня ты, завтра я. Все, ответил. Да, и они делают, и они две недели. Они неделю готовят код, ну то есть регрейсят его полностью вместе. Потом выпускает на тестовую кучку серверов, проходит там некоторое время, они фиксят баги, если они возникли, и потом на основной боевой функционал. Ну то есть таким образом две недели релизный цикл после выпуска. Команды по очереди меняются. Это дисфункция, это зло. То есть мы сейчас делаем CICD, чтобы у нас было все это проще, чтобы можно было быстрее выпускать. Спасибо. Чтобы каждая команда могла сама выпускать. Да, в этом вопрос. Да, 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 это есть такое, да, мы это не скрываем. Спасибо. Дисфункция есть такая. Так, все тогда, наверное. Спасибо. Спасибо.